Здарова, ребят! Вы на канале Аналитика Ошибок, и сегодня Вивер от Сёмы Зе Слэйера на высоком ранге. Четвертая позиция, один из лучших героев на четверку сейчас, да и на инте его пикали. Мы сегодня с Эмильчиком эту мемную карточку посмотрим. Вот, Эмиль, привет. Привет. Хотел сказать, что... О, какой гений на Вивере. Как думаешь... Он еще заблочил? Да, он еще и заблочил. Он еще маленький спот заблочил, да? Ну, это потно. Смотрите, Сентрия, она блочит маленький кэмп, пакетч, как в стиле Торонто-Токио будет рыбу кидать через мид, ну, либо, наоборот, с баунти, там Руна будет идти. Профармливать этот спот, стакать, а он этой Сентрией и вард снял, вот, и рыбку сел, так скажем, и... И да. Да, и да. И еще кое-что сделал. Цензур. Как тебе по 10 баллке игра для Вивера? По 10 баллке игра для Вивера? Ну, вообще, надо лейнинг оценивать. Я думаю, что, в принципе, с Магнусом хороший герой. Много экспы может оставить, там, курочек резать. Мне кажется, Вивер в любую игру играет. И в любой игре можно найти, там, базовые какие-то шмотки, которые Виверу подходят. Как тебе его закуп по 10-бальной шкале? Он еще с Эдж-маску донес. Мне кажется, это... А ему хватало бабок? Подожди, подожди. Он с водой, да, золотал денежки? Да, да, да. Короче, вначале вы просто пикаете Вивера, потом... Потом что? Потом бежите прямиком в мид, ставите вот такой вот... Ну, на самом деле, не очень хитрый вард, но он тогда по таймингам не успевал, там, поставить куда-то в другое место. Но этот вард с меньшей вероятностью снимут, и он светит ХГ, перегревать удобно. В основном для этого опса вообще в миде нужен, там, до четвертой какой-то минуты. Вот. И, кстати говоря, он играет против FY, а Рубик очень хороший против Вивера, ну и Пак, соответственно, очень хороший против Вивера. И Тинни может стычки убить. Прямо бешу. И Дум неплохой в целом, короче. Ну, на самом деле, я думаю, что Вивер контрпик Дума, потому что цель, которую ты думаешь, ты там пытаешься бёрстить. Вивер какое-то время выигрывает, 5 секунд, а потом герой фуловый, а потом тебе уже либо кнопок не хватает, либо что-то подобное. В этом плане, как сейвящий герой, да. Он и против Пака тоже хорош. Чисто агонимом разорвать Койл, если чё. А он сам может ещё рвать Койл, вот, допустим. Да, ну, можно, кто-то рвёт Койл, вы жмёте ультимейт. Он, если Вивер бежал-бежал-бежал, из ниоткуда просто Пак постелил ультимейт, вы инстажмёте ульт, но вы будете встать, но вы будете на том месте, где вы были 5 секунд назад. Сейв за ультимейт, да. По лейнингу, тут немного он ошибся, нажал Шукучий раньше времени, из-за этого горелку Огра получил в лицо. Сентри у врагов, я так понимаю, нет, потому что они его не стали тачковать в инвизе, ну, либо они, хотя крипы тоже не спалили. Сентрячок берётся, скорее всего, для того, чтобы разблочить большой кэмп, если Огра его, допустим, забанил, либо на линию горелка полетела, и он её задолжил, иначе сентри нет, и он не получает лишний урон. По кайфу, по кайфу. Ну, ещё, кстати говоря, опс на вивере. Вообще, вы можете два опса купить себе вначале, прям с самого старта. Один пойти поставить примерно такой же, как и он поставил, быстренько на втором скилле, а второй поставить, ну, примерно... Вот это будет дефолтный опс вот сюда, его, скорее всего, снимут. Более-менее непалевный вот сюда, чтобы видеть курьеров проходящих, вивер из-за... Кстати, тут прикольчик произошёл, да? Коллапс на Магнусе. А давай мы сейчас пересмотрим, сори, а... Если у тебя выскажи, насколько ты перемотаешь. Да, хорошо, на 10 секунд назад буквально, даже на 20. Мы-то никуда не торопимся. А, на самом деле, Тиннико ошибся, слишком в упор подошёл, не стал переагривать крипов на себя, и... Мотнул. Критическое, критическое. Пересматриваем, как его добивают. Красиво. Раунд 26, кстати говоря. А кто там играет? Пьюр. Некий пьюр. Просто пьюр, да? Просто купленный акич. Бывает. Причём закуп хорош вначале? Тем, что моноригена много за свидж-маски. Этого, в принципе, достаточно. Вот, собственно, сэндря используется, чтобы снять сэндрю. Потому что сейчас линия, скорее всего, будет пушиться. Единственное, что он дал сейчас, стакнуть маленький кэмп. По-моему, он стакнул, да? И вот это, конечно, не очень хорошо. Ну, можно не банить маленький кэмп, потому что вы, если что, закачаете быстро этот спот. Получите опыт, который вы, в теории, ещё можете оставлять Магнусу. В этом, конечно, веер, тоже хорошо. Там главное, что у него уже урна летит. Очень быстрая урна. Да, вар плюс. Сейчас любой килл для них это супер вкусно. Кстати, вот, говорил по поводу варда в миду. Тут инвиз у него забагался. Я на 10 секунд вперёд мотну. Да, всё, прошёл инвиз. В принципе, ничего не произошло. Он захавал игнайт просто. Короче, это ложное мнение, что вивендепл успевает вард быстро поставить мид. Потому что у героя эмэса вообще нет. Ну, типа, он на шикучах бежит. На самом деле, если герой с обычным эмэсом идёт в мид, то он тоже успевает. Даже чуть-чуть раньше, чем вивер. Может быть, да. Ну, типа, у него слишком маленький. 275, но вообще герой не бегает. Ну, там ещё фичка в том, что ты потом беспально забегаешь за следующий спот. Ну, да, да. В шикучах заходишь с м3, скорее всего, нет. Это было подурной, кстати говоря. Жуканы очень имбалансный спелл. Вот видел виверов, которые качаются. На третьем уровне берут зачем-то в двойку второй скилл. Кстати, Огр сейчас делает вообще полнейшую чушь, пытается... Ну, как полнейшую чушь? Он, конечно, хотел соло-килл получить. Но из-за этого посмотрите, как вивер может просто раздавить героя такого плотного, как Огр. Потому что жуки, ну, слишком много дамажит. Сколько там? Частота атака, секунда 75. То есть просто дамажит, при этом с каждой атакой снижают броню на единицу. То есть 5 секунд повесели, 4 брони сняли. И герой уже очень неприятно. Да, и ваша дабл-тычка, вот раскачка. 1-1-1 это самое оптимальное. Иногда даже на втором уровне, если вы прям начинаете жестко меситься 2 на 2, то лучше не третий скилл взять, а даже вот первый. Чтобы разово просто хорошо пофайтиться. Банально, ну, у врагов нет выбора. Они либо отступают после этого, получают тычкой в спину, либо начинают разбивать жуков, вы разбиваете их, при этом вы не получаете урона. И, ну, если просто хитаетесь, то на втором левеле именно третий скилл. А так 1-1-1, и второй скилл, естественно, вы макшиваете. Короче, имба просто, шуки имба. Там 8 тычек нужно. Прикинь, Тиннику 8 тычек. Это, ну, не 8. Там нужно 4 тычки дать, это просто пишется так вот для крипов. Если крипы будут бить, то 8 тычек. Если бьет герой, то 4 удара. И там на всех уровнях, да, 4 удара? Да. Да, кроме того, когда ты берешь талант. Стрессов, конечно, не очень много. Там в миде 2 в 1 бедрайдера убили. Не страшно, в принципе. Сантри лучше ставить не на пол, а куда-нибудь в кусты. Опа. Ну, это, конечно... На самом деле... Мы сделали вид, что этого не было, просто. Да. Этого момента не было. Ну, Магнус получил Килинг Сфри. Главное, чтобы Магнус сейчас не погиб. Ну, тут и ФВАЧ подходит. Тот самый легендарный игрок на 4-й позиции. Но он, на самом деле, на вивере прям так подошибся. Много Тиннику подарили. Почему было очевидно, что сейчас Тинник будет забывать? Потому что был каленый очень Магнус. Они и так хотели его сейчас попытаться убить. Вот. А вивер просто подбежал под... Под линию огня. За контроль и баунти руна сейчас 2 опции. Пойти контролить еще рил руну. О, он еще чекает вард. Опс поставит, да? Стакнет. Стакнет, стакнет, стакнет. Оценивайте обязательно, есть ли у вас кто-то, кто фармит эншей. У него в команде Гуля под Магнусом. И у него в команде Бетрайдер, который также фармит эншей. Отлично. Тут руну промониторил. Снял еще вард. Прям очень все хорошо делает. Вот прям высококвалифицированный специалист на 4-й позиции. Герой дня, между прочим. Да, герой дня. На самом деле, с ливером эншей и стаки качать очень приятно за счет жуков. Даже если герой особо... Также рашанчик открывается. Кайфово. То слишком много герой может делать на позиции 4. Плюс ему не нужно много денег, чтобы импакт вносить. Вот он мне чем-то еще напоминает МК. Вот на стадии лейнинга такой. На самом деле, урона много. Очень мобильный. Режет куриц. И чем он хорош? Тем, что он ботинок не покупается. Это на самом деле огромный плюс. Потому что появляется супер-быстрая урна. И, как следствие, супер-быстрый весел. А супер-быстрый весел практически во всех играх хорош. Но если вы не покупаете себе весел... Ну, оценили так ситуацию. Силовиков мало. Да и вообще весел кто-то другой купил. Или он вам не нужен. Можно взять себе урну плюс медальку. Вот ты считаешь, нужно вообще игнорить урну? Ну, если весел не нужен. Не, не. Урну точно нужно покупать. 100%. Дождался. Добал тихо, чтобы точно срезать куру. Но пока что 10 из 10 его мувмент на вивере. И перед тем, как мы начали записывать, ты говорил, что у него там что-то 10 игр подряд. Или что-то такое. Виверн сыграл, сыграл. Он там не подряд, но он, короче, спамит вивера сейчас максимально. Но пока его не пофиксили. Все герои, которые на Интернобного импакта давали, скорее всего, будут... Как фиксить вивера? Ну, я думаю, что, учитывая то, что у героя не так много экспы, наверное, жуков на первом уровне подрежут. Либо как-то длительность второго срежут. Или третий скилл вообще, может быть, уберут. Они будут снижать не единицу брони, а там 0.75, что-нибудь такое. Ну да, чуть-чуть просто можно всего подрезать, и уже герой будет не такой хороший. Кстати говоря, тут, ну, очевидно, Магнусу никак не поможет, поэтому просто снял Сентру, чтобы его опс не разбили. В очередной раз за контроль от руну. Очень-очень много импакта. Начиная с начала, что он сделал? Поставил опс, снял вражеский, заблочил маленький кемп. Его сняли, это неважно. На линии я сделал килл, размял огра, сделал еще один килл. Потом один мув плохой был, нафидил. Срезал куру, снял вард на большом споте. Это все просто так, как по блокнотику. Все хорошо делает, и поэтому у него сотая. И на его монориген. То есть он берет себе урну, не считая киноптика, да? Без киноптика у него 4.6. Это просто капли и просто урна. Это очень много. Да, по сути, больше герою ничего не нужно. Урна еще хп подпитывает. Вот, еще герой мне чем-то напоминает вот тут ту же Миранку, да? Которая тоже покупает такие слоты, то есть герой выходит в шмотки. Это всегда очень хорошо. Сейчас я подобрал руну Иллюзий, сворвав ее у Пака, да? И при этом еще и использует руну Иллюзий на стакич. Все, Маза Слайер, реально хорош. Пока что все делают. Мне нравится, что у него 6 уровень на 9 минуте на 4. А я думаю, это нормально для вивера. А вот я почти уверен, что вивер всегда идет в такую агрессию, много опыта лутает. Из-за того, что он режет там куриц, снимает варды, это же тоже опыт дается. И, ну, скажем так, зачастую еще один варда, сколько можно. Просто все варды находят. Ну, правда, сдох за это. Да, успел нажать. А если бы одновременно кликнул бы стики и феррик, то есть две кнопки спамил бы. У него же была такая микросекунда, в которую он нажал феррик. А если бы он нажал бы феррик и стики, то тычек бы не хватило бы. Он нажал бы ультимейт и побежал бы. Контроль весь был потрачен. Но это уже для противников нереальный. Да, да. Это было бы прямо очень круто, если бы он пережил. Ну, это уже так. Это когда не к чему придраться, вот такие вот микро-моменты. Культурами. Если он тут тоже появится, да, на месте? Да, да. Что, можно тп-шку так сэкономить? Ну, и спа с пола не будет толка тоже изменится. Посмотрите, просто это вообще нормальный урон, но это же какой-то ненормальный урон. Так он еще и ограсит сейчас просолит. Урная работа и двойная тычка есть. Огр. Ну, размансил вверх. Это, на самом деле, тоже дефолт ему фотограф. Но он не поверил в его. Гениальный. Там его крипы палят. Он не пойдет с ним? Не-не-не, уже нет смысла, наверное. Девятый урон бы себя опнул на десятой минуте на мире. Хорошо было бы, да. Так и спалил. Ну, короче, один из самых главных плюсов, что на этом герое интересно играть. Он прям суперактивный. Краф, согласен. А еще вы выманиваете у врагов много сентриков, скажем так, ненужных для них. Детекшн просто приходится таскать, значит, вы будете задалбливать саппортов, и им просто жизни не даете. Мы где-то, ты где-то там прочитал то, что Тивер очень неплохой герой против Теника. Сейчас расскажу. Сказал, по-моему, не тренер Спиритов, а... Аналитик какой-то. Аналитик, да. Кто-то там сказал и Спиритов, что они считают Тивер очень хорошим героем против Теник, потому что он не может жуков убивать. Ну, ему тяжело это делать вообще. Он может, атак Спиритов героя, конечно, не очень много, но... Ой, хорошо, сейчас ультимейт нажал, чтобы не отдать Рубику второй скилл. Рубик со вторым скиллом — это абсолютнейшая АМБа. Очень много урона, и так у Вигера много урона. Так еще это скилл у Рубика. Рубика невозможно поймать, постоянно спамит с пылами. Не отдавайте, как Сёма... Я прям, на самом деле, поражен, что он там хорошо играется. Да, он прям в этой каточке... Ну, лучше, на самом деле, если бы он еще и не умер бы тогда, у него бы такая комфортная игра была бы, если бы он в двух моментах выжил бы, он на самом деле мог и в первом, и во втором не умирать. У него сейчас левел был бы примерно одиннадцатый, я не знаю. Четверка. Столько вижена снял. Ну, ладно, десятый был бы, не будем преувеличивать. Почему против Теника хорош? Потому что Теника до двадцатой минуты, до шарда, зарядов нет вообще. Ну, палки, имеется в виду заряды палки, они кончаются. Ему приходится четыре раза ударить, чтобы... Ну, короче, неприятно. Это плюс-минус арморишь, Теника, подголи очень удобно пробивать. Весел покупает. Там уже чел на одномю в тильте, в сумасшедшем. Там замахивается. Такие дела. Ну, ты уже сдохнуть и не. Да? А, лосо не хватает, может, все, хотел. Дали веревочку Тенику. Слушай, жук висел. И догорит. Догорит. Там батик неплохо так прожег пак, а он за варбой сразу бежал, но он остался на месте на паке. Пак пододжил, но этого не хватило. Шокоево добивает, кстати. Как бы Рубика спел, но он добили. Слушай, 3 в 5 просто вышли. Вообще, слушай, Дум тэпнется, если Дум умрет, то это будет 3 в 6. А вот, кстати, у Рубика, скорее всего, варб стоит. О, он с варм еще своровал. Так это же замечательно. Он сейчас не выживет просто. Добивает. Немножко отходит. Ну, а что сейчас-то подождет? Жучок спал. Балансный вообще. Да, очень много дэмэджа. Как ты знаешь, когда со стороны смотришь, не следишь за геем, не замечаешь этого, а когда смотришь вот так вот, понимаешь, что герой очень много дает. То есть Бэтрайдер дал 3349 дэмэджа, все стояли в огне, а Вивер дал 3040 урона. Подамажил так чисто. Ну да, да. Притом он не то чтобы постоянно прям бил. Первый скилл он выкачивает. Я думаю, что все виверы, в принципе, выкачивают. Никто не рассчитывает на вот эту двойную тычку. Ну, разочек вылетело по саппорту хорошо. Первый скилл все-таки поважнее, потому что частота атак усиливается. То есть вы быстрее минусармываете героя, быстрее наносите урон. Под урной. Ты берешь себе третий чисто на линию харасить саппорта. Дальше нет смысла. Ну, только на кор вивере есть смысл его брать. Состоял линию против вивера с Леоном саппортом. А Леон себе... Ну, как-то у него не пошло, он не купил себе кольцо на броню. И я просто смотрел, как на третьем уровне вивера подбегает в инвизе. Или он там ломается эндрю, а вивер просто дает ему первый скилл, подбегает на втором и две тычки дает, у героя пол хп нет. Две пощечные чисто. Да. Соло просто бывает пол хп без проблем. Сейчас, так говоря, если убьет Чубриксона, то Весел зарядит. Он просто бегает, прикалывается на ними, я не знаю. И он выжил. Да. Знаешь, почему еще Весел хорош? Почему? Слушайте, тем, что почему-то у вивера четвертой позиции 1400 хп под каплями ты не убиваешь его просто. То есть это не так просто, как кажется. Угу. Это слишком много. Да. То есть тиннику нужно дать прокаст фул, да? Тычку и еще какой-то спал должен залететь, чтобы вивер сдох. Ну, я думаю, что он на такой стадии, конечно, да? Он там ветка все-таки много дамажит. Тоже стоит учитывать. О, Бэйн еще в капке есть. Да. Ты тоже слышишь эти звуки? Да, да, да. Еще иншей блочит. Человек импакт получается, да? Он на тиннике уже готов. Я вот прям чувствую эту ауру. И крипа еще добил. Ауру тильта. И ауру сломающихся скоро шмоток. Он просто играет сейчас на вивере за десятерых. С одной стороны, конечно, это папчик. Но с другой стороны, у врагов-то тоже плюс-минус. Он тинник, 26 ранг, с Джеки Чойдем на аватарке. Да, ты ранги не показывал. ФВАчик, Суприм. Да, это 80-й, 70-й, 168-й, но про игрок именитый, 400-й и 26-й ранг. По ПТСам тут все более чем солидно. А с ним на линии стоял 400-ник. То есть, в принципе, у них линия по рангам у врагов даже больше. По ПТСам. Сейчас всех убьет на юре сала. Ну, мы, в принципе, можем остановить запись, не дождаться Аганима. Он уже сделал импакт. Он должно хватить для победы. Это мы еще не видели, как он покупается Аганимчиком. Стик успел нажать. Еще и слип идеальный. Ультимейт. С ума сойти просто. Все, беги. Шишфер, живи. На панике нажал жуков. О, он вышел на рубике вроде, да, из инвиза? Нет. Просто не брать его. Сойдет, сойдет. Еще хочу момент такой сказать. То, что в фазе, когда вы нажимаете первый скилл по двум-трем героям, не то, чтобы все сразу хотят фокусить этих жуков. А вы еще и под веселом. Как правило, все просто начинают бежать. Вот. А если вы останавливаетесь, то как будто бы это, знаешь, еще как микрозамедление работает. Если вы начинаете разбивать их у жуков, потому что на месте стопоритесь, бьете. Ну, в общем-то, импакт переоценить вивера в этой игре. Некоторые еще не попадают по жуку. Там надо А нажать по земле, тогда ты будешь бить. Но многие почему-то пытаются мышкой наводиться. Тоже микромомент, который может зарешать. Это правда, это правда. А медальку я себе докупил сейчас, да? Да, медальку докупают. Вот тоже очень классно. А это можно не градить весел, а купить медальку. Больше брони вас сложнее пробить. Вешаете на героя медальку. Первый скилл. Жуки по-самашедшему грызут, потому что они дамажат. Вот именно ежесекундно они еще дурон наносят и физически наносят дурон. То есть, чем меньше брони у героя, тем больше она может. Ну, и ваш третий скилл больше бьет. Ваш тиммейт больше бьет. Саларку потом покупаете на тиммейта, если, опять же, есть такая необходимость. Тут все-таки Аганим нужен, как в любых играх. У него хороший Нетворс. Поэтому. У него Нетворс почти как у Дума оффлейна. Немножко. И у него уровень... А, Тиннинг уже вырвался. У них в моменте был одинаковый уровень с Тиннингом. Да. Настолько много Экскуи у Шишера. Шарлик себе, кстати, поставил. Мы с тобой не поговорили ни про Аганим, ни про Шарлик. Ну, про Аганим все уже знают. Сколько пока метят? Понимал он на Магнессе, что сейчас буду сбивать тут же Эрпешкой. И Инстопрыгнул. Не Эрпешкой, а Дум будет сбивать с Блинком. Инстопрыгнул у Далерп. Вроде бы Гриб сбили. Ну, то никого. Что куча снова у Эф-лайчика на Рубике. Бэбэк, ты знаешь, это же какая-то тель Бэбэка думала. Ну, и зацепила. И Эрпешка забивает его, да. Рубику, конечно, лучше стараться не отдавать, но это практически невозможно. Он банально видит, что вы в Инвизе бежите по центре, он точно нажмёт у вас ультимейт. И сворует что-то. 6-3-16, больше всего, я так полагаю, участие в КамАЗе так и есть. Кстати, мы на Инте Шард не так часто видели. Да, по поводу Шарда давай расскажем. Собственно, перезарядку первого скилла, который довольно-таки сильно уменьшает на 2 секунды. И уже в 18 секунд, вроде как, это прям хорошо. Загули пока посмотрим. Не можем. Загули просто он не альтабнился, он вернулся на юбиле. Жуки от способностей цепляются за невидимых врагов, то есть глимеры не работают. Это очень хорошая контрмера против Рубика. То есть он бегает в Инвизе, вы примерно туда-куда кидаете и оцепляете его. И ещё приятно то, что все, кто под жуками, в них, когда срабатывает третий скилл, отлетает ваша тычка. То есть вы зацепили трёх героев, бьёте крипа, бьёте какого-нибудь другого героя. И в тех героев, на которых жуки, третий скилл отлетает. Ну, получается, раз в три секунды, если вы бьёте. Раз в три секунды, если вы бьёте. Да, это очень много урона в файте. В принципе, Шард берётся, ну, в основном, за счёт Инвиза. Кстати, работает ли на крипов? Ничего себе ты запел. На крипов? На крипов, да. Написано, что невидимых врагов и атаки от срабатывающих способностей летят во всех врагов. То есть, таким образом, вы с Шардом ещё начинаете очень сильно фармить. Можно через два спота кидать первый скилл и просто третий скилл. Тинник точно должен быть недоволен. Знаешь, тинники любят как делать? Жуки висят, ты Лотар ушёл, зашёл в кустик. Жук спал, тебе даже не нужно, ну, типа, бить его. А так ты Шард взял и всё. Уже не работает. Это правда, это круто. Интересно. Ну, пока думай. Ну, Шард покупает приоритет Аганиму, но, скорее всего, потому что у него очень хорошая игра. В дефолт игре, где у тебя всё среднее, ты же не можешь всё купить, Шард, да, Аганимчик? Ну, это слишком жадно получается. Да, в принципе, я согласен. Но я думаю, что иногда всё-таки медальку стоит где-то проигнорить. Иногда не Весел, а урна. Иногда вообще Солар хочется взять прям как-то вот очень быстро. Ну, я думаю, что на Вивере нужно поиграть. Вот его билд, он самый оптимальный, когда берешь себе рейн-дроп и стик. Тём рейн-дроп и себе новый купил. Чтобы не откисать просто с рандомных нюхов. Файт. Вот он. Переигровочный происходит. Там дом потратили. И он умер. Сверху. Талант на 10 уровне точно нужно брать Шукучи на таком Вивере. На керри, на самом деле, на керри вы тоже не думаете. Выбирайте правый талант. 9 к силе. Ну, может быть, в старых каких-то патчах, где был медовый тинник, который варсбёрстал с пузовинка про каста. Сейчас на керри талант тоже только правый берётся. Ну, и на сапике очевидно, что 180 хп это, конечно, много. Но не то, что вивер хочет себе на этой позиции. Ему бы урона побольше выдать в файсе. Линии позапушить. Вы, кстати, тоже отличная хреновина вот на Вивере. Никто не будет стягиваться, чтобы пытаться ловить вас, если вы находитесь супердалеко. Кому ты нужен на Вивере? Ещё и выживешь, там кучу времени выиграешь. Но вивера приятно либо перстить, либо через какое-то сало бивать. Кстати, вот по поводу талантов. У него на 15-м есть плюс 2 к атакам. Это получается для героя 1 тычка, правильно? Вот тут хороший вопрос, потому что, по-моему, вот именно в таланте пишется, ну как, по-человечески. Для героя, да? Да, то есть уже пишется для героя. Но сейчас мы посмотрим. Написано 8 атак для убийства жука. Надо проследить за эти моменты. Сейчас увидим. Возьмёт ли он до таланта? Вообще можно докачать скилл, а можно не докачивать скилл. В принципе, 5 секунд кд это тоже нормально. А вот берёт себе 2 к атакам и пишет 10. Значит, это плюс 1 тычка от героя. То есть героям теперь нужно дать 5 тык. Да, крипам нужно дать 10 тык. Ну, это корявенькое описание, конечно. Чекаем на Рошанчик. Кстати, нормальное, просто почему-то снизу нету приписки. Нужно обязательно нажимать Alt, посмотреть, да? Для тех, кто не привык нажимать Alt, это станет новостью. Да, чё с Рошану? Всё, понимаете? Это минус 20-30 брони. Это без Дезоля, если что, на Гуле было. Просто армор от медальки. Ну, у него ДД. У него ДД импавер ещё. Но, конечно, всё равно там реально куски отрывались. Да, ладно. Ну, как-то настакиваешь на героя и на Рошане 20-30 брони, это, конечно, имба. Ещё одна фишечка, которая может вам помочь, либо не может, но вы просто её будете знать. Это когда вы кидаете жуков, но стоите при этом на дистанции и бьёте крипов, героев. Ну, крипов давайте, в частности. НН, что, допустим, пришли вы на Вивере фармить их, кинули жуков. Если вы стоите далеко, то крипы будут бить именно жуков. Но если вы подойдёте в упор, крипы будут бить именно вас. Это для чего делается? Ну, если вы, в принципе, хп не жалеете и хотите просто, чтобы жуки пожили подольше, да, побольше по минус арморили, нужно в упор подойти. То же самое с Рошаном. Нужно кому-то подойти близко к Рошану, чтобы он начал бить именно героя. Чтобы жук с Рошана не спадал и минус арморил вплоть там до 20-30. На вас тычки чисто подходите и всё. Постоянно сбивает длинки ещё этим веселом с жуками. Постоянно даёт вижн, подсвечивает хг. Он ему нереально впадло на думе сейчас сбивать этого жука. Мы видим, а у героя уже пол хп нет. А у героя уже минус 8 армора. Так ощущение, что он как бы и на керри играет на Вивере. То есть он тычку давал в крипа, чтобы из-за шарда тычка отлетела, понял? Да. Намного быстрее, кстати, линия пушевая. Блин, нет, шар тоже слишком сильный. Вот шар там могут пофиксить. С Аганимом... Знаешь, что делать с Аганимом? Скорее всего, что-то с дальностью. Я почти уверен. Я прохер. А ты думаешь, что сильная игра на там героя поменяется? Ну, ради, что ты 4000 не в Аганим, а, к примеру, ты внедапно становишься вивером с Хиггсом. С Лотусом. С Лотусом, да. То есть он не впадал за границал арку именно после медальки. Всё равно он такой говнистый вивер, садится на нужные цены. Вивер ошибся. Это кто такой был? Это был F-watch из элефантов. Ещё, я думаю, на вивере он такой прикольный айтем. Не знаю, в какой игре он зайдёт. Может быть, он против Легионг, из Блэймаила Максов, с Блэймаилом Ю. Когда есть что-то сбивать, какие-то касты. Когда можно героя просто в воздухе подержать некоторое время. Вот, кстати, против Тинкера покупали, я помню, на вивере Ю. Ты его в крысу где-то в лесу ищешь. И опа, увидел инста-жуков и заюлил. Ну там, либо наоборот Ю. И стал под ним. Да, и стал под ним. Ну он не, блин, конец никак. После Ю. Точно. Вы ему ещё Дефенс Матрикс этим Ю. Вон сбиваете. Потом Грейжиный Ю можно покупать против Хорносфер всяких. Тоже прикольно. На самом деле, опции вивера можно бесконечно перечислять. Лотус, да, о котором ты тоже сказал. Хорош. Форсик можно взять. 25 минут буквально вивера. Ну потому что слишком хорош. Ну, да, да. То есть я, в принципе, понимал то, что герой довольно-таки сильный. Но то, как Сёмочка раскрыл этого героя, это прямо сказка. Моя генипчика нет. А, это Файчик своровал. Ака. У него Ягис на Гуля. Да. Они знают, что у него Ягис? Не знаю. Ну, они хотели быстренько выбить. Может, это не про игроки? Они все кнопки тратят, то получается, и я могу играть, наверное. Единственное, что мы не видели Аганим, но все, кто смотрел Инт, они уже насладились Аганимчиком. Ну и что дает Аганимчик? С целым катка закончилась. Ну давай. Скажем, да. То, что уменьшает перезарядку и позволяет применить способность на союзников. То есть вы просто возвращаете ХП и Ману, что немаловажно, герою, который был 5 секунд назад. Вот, допустим, вы отсчитываете там 5 секунд, либо просто предполагаете, да, герой был фуловый, его резко пробили, а вы так обнажали ультимой, то он возвращается на 5 секунд назад по ХП и по Мане. Круто это, когда у врагов бёрст какой-то есть, да, вы можете там успеете из-под ханосфер вытаскивать, очень говнистый вивер. Кстати говоря, чтобы точно доставать у вивера рейндж-вальты с Аганимом, он довольно-таки маленький. Сейчас покажем его. То есть нужно близко подбегать, поэтому часто берут линзу на вивере, а линзу блинг, когда все зависит от вашего Аганима. То есть просто возвращаете ХП и обратно беру. Ну а врагам нужно уже, я думаю... Убить вас? Да, убить вас. А вы стоите в инвизе где-то супер далеко, вы ещё и виверы, ещё и ульту успеете нажать, ещё и под виженом, ещё и с маки ревелите, постоянно стоите. Крясийный геймплей начинается, но очень импактный. Как-то мы с тобой сравнивали вивера с Баунди Хантером, я думаю, что герои вообще несравнимые по импакту. А я не помню, почему мы сравнимы. А, мы типа режет куриц, а ты это всё на линии, да? Да-да-да. Но вивер больше намного демажа даёт, он прям очень много уруно выносит. В целом геймплей герой круче, разве нет? Сейчас ты катку посмотрел. Вот какая игра должна быть на Баунди Хантере, чтобы он... Он же то же самое, это инвизит тоже, да? Только игра, ну, треком. Единственное, что он более приятен. Ну, был бы тут Баунди, он бы не так хорошо линию постоял, но если было бы так же много киллов, там было бы много денег очень. Ладно. У вивера чуть-чуть другая задача, конечно, сейвить. Но мы ещё не увидели ни разу, чтобы он засейвил. То есть он настолько хорошо это делал по мапе, что катка закончилась тупо. По таланту на 20 уровне, я думаю, что... Если у вас прям очень хорошая игра, можно, конечно, взять угроз на джиме, но в основном берут снижение брони, очевидно. Потому что это слишком приятно. Талант усиливает скилл в полтора раза. Ну вот, и талант на 25 уровне. Вот тут на саппорте берут два заряда шу-пуча, чтобы... Чтобы просто бегать постоянно в инвизи. Но это чисто для саппорта или четвёрки. На коре немножко по-другому всё. Ну, или немножко. На двадцатом точно берётся правой. Да. На пятнадцатом. На пятнадцатом, кстати говоря, то левый берётся. Да, тоже левый берётся. На десятом... На десятом ходе тоже. На десятом правый, да. То есть, в принципе, десятый и пятнадцатый плюс-минус всегда такие же. Двадцатый и двадцать пятый кардинально отличаются. Когда у тебя есть шмотки, ты можешь на пассивы играть. Когда ты четвёрка, ты играешь на... Всё довольно просто. Да. Ну и игра заканчивается. Семён ещё реально. Может, это... Знаешь, лучшее это пик его вивера. Ты знаешь, он играл, чтобы мы записали, да, именно эту катку. Вот. Посмотрим сейчас по херов-дэмэджу. Двадцать одна тысяча, да. Перебил Керрича, оффлейнера. Ну, единственное, что Бэтрайдера не догнал. Ну, Бэтрайдер есть Бэтрайдер. Кстати, урона больше, чем у всей вражеской команды. Ну, по отдельности, естественно. На этом мы каточку заканчиваем. Спасибо, что смотрели этот ролик. Были рады для вас записывать. Сёму The Slayer. Подпишитесь на его что-то. Он не стримит, не знаю, в соцсети не ведёт, но подпишитесь на его ВКонтакте. Ищите, опишите в гугле его. Поставьте лайк под его фоточкой. Ну, мы с вами прощаемся. Всем до следующего выпуска. Пока. Пока.